жизни каждое мгновенье творчество вадима беднова самобытный архангельский поэт вадим анатольевич беднов некогда так сказал о себе я живу в провинции у моря не хирея и не процветая там где волны голый берег моя на горбах качают чаек стаи мне известность разве что приснится для столичных птиц я прост и пресен только нет россии без провинций а без них и старомодных песен вадим анатольевич беднов коренной архангелогородец здесь он родился 4 июня 1937 года получил высшее образование окончив историко-филологический факультет архангельского педагогического института служил в советской армии работал в газете приморского района и в газете моряк севера сотрудничал с северным комсомольцем и правдой севера был редактором северо-западного книжного издательства литературным консультантом областного отделения союза писателей ссср поэт всю свою жизнь и творчество посвятил родному городу на двине архангельску здесь родился я здесь и умру тут мой корень и точка опоры он стремился создавать в стихах колоритный образ русского севера яркий запоминающийся портрет своего края и его жителей передавать традиции быт и нравы северян как отмечал литературовед святослав педенко в его стихах есть подлинный север нерасхожая метельная да белоночная северятина а конкретный неповторимый и своеобразный край съемкими деталями именами географическими названиями позволяющими читателю воочию видеть то о чем повествует автор предисловие к московскому сборнику стихов бедного ветер с полуночи архангельский поэт николай журавлев так представил всесоюзному читателю своего собрата по перу поэтический голос вадима бедного негрома приглушены и нерасточительны образные средства его языка словно застенчивые краски поморского белоночья но точны и выразительны усмешливым немногословьем таков уж характер поморский шамиль галимов пишет сильная сторона изображений вадима бедного умение обнаружить красочную сущность прозаических явлений это по сути художник быта явление в поэзии не столь уж частые но в обыденном поэт умеют найти возвышенные в повседневном исключительные лучшие стихи бедного раздумчивы в них пульсирует беспокойная мысль они направлены в защиту человечности и эту позицию поэт сохраняет и на малом поле брани наблюдая за повседневными домашними отношениями людей и на всесветном социальном полигоне игорь стрежнев вспоминал о своем друге вадим стал писать 30-летним от мудрости от начитанности в нем была мощная корневая система мать коренная поморка с белого моря отец ученый филолог и потому талант будущего писателя возрос в мире житейской мудрости и обилия книг просвещенности читал он запоем всегда и до конца своих дней во всех его книгах не резвость рифм а степенность мыслей глубокие жизненные заключения немалый юмор с большим значением и писать стал сразу жанрово многообразно он оставил после себя не только книги стихов но и словесность для детей искусствоведческие работы и огромную публицистику он никогда кстати не называл себя ни поэтом ни писателем а просто писал писал сжато кратко бессловесной суетливости во мраке лаяли собаки которых газик разбудил нас ночевать к обдовьей бабки привел колхозный бригадир хотелось выпить чашку чая погреться лежа на печи меня сверлила боль зубная не отпуская хоть кричи и вот в избе сидим разуты пьем чай и развлекая нас и мне сочувствуя про зубы ведет старуха свой рассказ она с улыбкой и спокойной нам повествует не спеша о том как муж ее покойный в архангельск по зубы уезжал и как вернулся он зубастый пришел домой вина пьяней и городской обновой хвастал и потерял ее злодей рано утром опохмелись пропажу вспомнил спал с лица но подала старуха челюсть нашла обнову у крыльца мечтала о машинке швейной все зубы съели весь запас но постарался частник шнейман сработал челюсть в самый раз давным давно все это было быльем бурьяном поросло и горя нет но есть могила без тайных слез без праздных слов придет старуха к ней порою повырвет сорную траву но говорит комод открою увижу зубы и реву удивительная жизненность строк в сравнительно небольшом стихотворении сколько напластовано здесь и командировка гостей и поздний приезд деревню и зубная боль автора и старуха с ее разговорчивостью и старик любивший выпить и история про его челюсть и бренность жизни могилка а какой светлый юмор всего повествования так много выразить небольшом стихотворении где каждое слово не только верно но и на своем месте вот истинный большой талант бедного и таких стихов у него безмерное множество как много он успел написать 11 книжек и огромное число газетных статей проникновений проблемы дней беднов это поэзия мудрости он был лириком и лирика его непривычная к этому понятию о светлой любви о природе его лирика воспоминание добра ответственность чувств не всегда между нами лад ты не ангел и я не свят но под тяжестью черных дней мы и кровные родни родней не сгорают погаснув дни там где жадный прошел топор помнят ветер лесные пни слышат хор поднебесных крон с темнотой не разлучен свет горький мед нужно пить до дна и на бога надежды нет если мы одна сатана а с тобой не страшны семь бед и слеза не так солона не с того ли во цвете лет в волосах твоих седина вадим всегда утверждал что писатель на восемьдесят процентов читатель без большого чтения нет фундамента творчества и он удивлял нас своей начитанностью просвещенностью нередко мы послись в его огромнейшей домашней библиотеке при постоянно малом достатке его семьи он все же выписывал и прочитывал почти все толстые литературные журналы казалось не было литературного вопроса на который он не мог бы дать ответа перед его знаниями все мы преклонялись стремились быть в общении с ним его домашний кабинет многие годы был своеобразным клубом творческих людей здесь царила атмосфера созидания подъема здесь постоянно бывали не только мы литераторы но и многие журналисты музыканты соседи телестудийцы виктор панов владимир резицкий валентин рассказов александр сутырин евгений клячкин михаил попов вера румянцева белла высоцкая да разве можно перечислить весь этот дружный и творческий мощный фейерверк его окружения он всегда был в самой гуще если не во главе всех новых творческих замыслов и устремлений в городе его широко и искренне любили потому что он был не только умен и просвещен это все же главное притяжение к нему но и широко общителен приветлив без хитрости он мог рассердиться но никогда не злобствовал не комплексовал не завидовал безмерная просвещенность позволяла ему творить свободно легко постоянно не дня без строчки это было не лозунг не лозунгом а сутью его жизни в таких стихотворениях как весы времени веселье руси тучи после мамаева побоища оборотень под спудом веков отразились взгляды поэта на историю россии размышления о его судьбе он печатался в архангельске в москве в петрозаводске литературных журналах и сборниках в 1978 году видного приняли в союз писателей сср он продолжал работу в поэзии одновременно делясь опытом и знаниями с молодыми литераторами ряд лет руководил творческим объединением начинающих поэтов и прозаиков при редакции газеты северный комсомолец вел консультации в областной писательской организации беднов был признан авторитетом в среде поэтов бардов талантливым популяризатором творчества высоцкого на стихи беднова написаны песни и другие музыкальные произведения композиторами соколовым мироновым клячкиным его стихи колокол громкого боя и памяти высоцкого звучали в спектаклях архангельского молодежного театра студии поэтический почерк беднова оригинален он с успехом использовал богатство народного языка поморский говор почти каждое стихотворение так или иначе отражает тему беломорского севера в значительной степени стихам талантливого русского поэта свойственный и проникновенный лиризм и любовь к родному краю его жителям Вадим Анатольевич беднов скончался 31 марта 1992 года с его смертью из культурной жизни архангельска ушла целая эпоха он был из тех немногих интеллигентов кто в годы застоя не шел в ногу со временем смело можно сказать что среди архангельских литераторов Вадим Анатольевич ходил в диссидентах его стихи не грешили словословием в адрес завоеваний социализма Вадим Беднов сын педагога и журналиста Анатолия Григорьевича Беднова и отец известного журналиста Анатолия Вадимовича Беднова продолжающего добрые дела архангельской литературной династии К 85-летию Вадима Беднова вышел в свет 12 сборник его произведений «Избранные» Книга подготовлена сотрудниками архангельской областной научной библиотеки имени Добролюбова в серии «Северная библиотека. Поэзия». Во вступительной статье литературный критик Елена Шамильевна Галимова отмечает содержательная насыщенность, смысловая глубина, тематическое разнообразие, выразительная образность и своеобразный ритмико-мелодический строй поэзии Вадима Беднова обеспечили ей долгую жизнь и неизменный интерес читателей разных поколений. Не оставит она равнодушными ценителей хорошей поэзии и сегодня.